всем привет дача печка трещит точнее не печка трещит а дрова трещат сыроваты однако жар уже набран достаточные поэтому трещит и мне от этого приятно но еще приятней то что со мной всегда моя любимая музыка например пластинка группы destooges под названием destooges 1969 год продюсер джон кейл ну и джеймс остерберг он же и гиппопрон эштон гитара дэйв александр бас-гитара скотт эштон ударные прекрасный состав изумительный мощнейшее гитарное трио то есть практически как led zeppelin как крим как гранд-фанк как rush в один ряд можно поставить этот альбом альбом изумительные на самом деле те кто знают группу destooges эту пластинку тем ничего не надо объяснять те кто никогда не слышал получат огромное удовольствие от этой записи к разговору кстати говоря о лучших гитаристах лучших барабанщиках лучших певцах лучших бас-гитаристах это очень интересная тема особенно интересно когда люди начинают обсуждать кто же лучше играет на гитаре ричи blackmore или джимми пейдж я всегда с восторгом слушаю эти разговоры но еще забавней не люблю это слово забавно кстати у меня случайно выскочила у меня всегда тошнит когда я читаю в комментариях забавно но это так чего забавно что забавно это знаете это такое как как такая пошла эмоция это как бы смешно но как бы так прилично смешно чтобы в приличном обществе не хохотнуть да то забавно что забавно тебе тебе противно или тебе смешно, мне забавно, тошно это, это не рок-н-ролл, рок-музыкант никогда не играет забавно, рок-музыкант играет либо круто, либо очень круто, и больше никак, а забавно это где-то там что-то, там не буду даже, в моем словаре нет таких слов, чтобы сказать, что такое забавно, так вот, Iggy Pop, он же Джеймс Остерберг, он же точнее Iggy Stoodge на тот момент времени был уже вполне приличным музыкантом как это ни странно для многих будет звучать, он уже поиграл в группе собственной, он уже съездил в Чикаго, где поработал с черными блюзовыми музыкантами, играл, заметьте, на барабанах, играл с черными блюзовыми бендами, играл в церквях во время богослужений, там принято было играть во время богослужений, такие богослужения, они мне, кстати, очень нравятся, потому что обращение к Богу, это не должно быть мрачным, унылым, чем-то таким официозным, это открытая душа, это твои эмоции, и Бог, это же радость, да? И вот с радостью черные музыканты обращали к Богу, очень правильно, я считаю, это все было выстроено, да и сейчас так выстроено. Так вот, он поучился у черных артистов играть и петь блюз, и, кстати говоря, научился петь именно в блюзовой манере, и все творчество и гип-попа, оно основано на блюзовой манере пения, когда чуть-чуть он низит, где надо, где надо не низит, но в основном чуть-чуть такая блюзовая фишечка проскакивает у него в вокале, то есть, точнее, она не проскакивает, на ней, собственно говоря, пение гип-попа и держится. Это школа черных блюзовых музыкантов, как я повторяю. Вернулся из Чикаго и продолжил свои занятия рок-музыкой, своеобразные. Группа The Stooges имела в репертуаре пять песен, это всем известно тоже, наверное. С этими пятью песнями они выступали, играли в местных клубах, срывали невероятные аплодисменты. Я на самом деле не знаю, что они там срывали, но тем не менее играли, работали и в конце концов добились контракта с компанией Электро, которая подвязалась на неизвестных группах, пытаясь из неизвестных групп вытащить что-то такое необычное, что станет прорывной штукой, принесет компании массу денег и вообще все будет хорошо. В этом смысле Электро молодцы, конечно. У них были специальные люди, которые изображали из себя хиппи, ходили по клубам и слушали, что же такое происходит в андеграунде. И вот из андеграунда все-таки выскочила группа The Stooges в компанию Электро. Джон Кейл взялся ее продюсировать. И такое ощущение, что он был ошеломлен немножко тем, с чем он столкнулся. Потому что, с одной стороны, Джон Кейл был вполне открытым человеком для разнообразных новаций звуковых и гармонических и мелодических. А с другой стороны, даже для Кейла это было слишком то, что творила группа The Stooges. И он записал этот альбом, первый альбом The Stooges. Но звук немножко здесь все-таки поприжат. Как-то, несмотря на то, что Кейл человек и по сю пору достаточно, не то чтобы рисковый, но свирепый. Я с ним общался один раз. Он действительно свирепый человек. Я рассказывал, по-моему, как-то, что, когда я с ним встретился, я задал ему вопрос. Вот, Джон, а что является мотиватором для твоего творчества? Кейл меня посмотрел и говорит, гнев. Вот такой вот мужик. При этом прекрасный музыкант высочайшего класса. О нем отдельно будем говорить. Так вот, эта пластинка, она, конечно, доказывает мои слова, повествующие о том, что никакого панк-рока не существует. Поскольку лучший альбом того, что мы называем панк-роком, вышел в 1969 году, когда понятие панк-рок вообще не существовало даже близко. Ну, оно не существовало и в ту пору, когда начинали репетировать Sex Pistols. И даже в клубе CBGB музыканты, которые играли новую музыку, они не называли себя панк-рокерами. Это уже, ну, я говорил, что это искусственное определение, совершенно пристегнутое. Так вот, в чистом виде то, что мы сейчас все называем панк-роком. Правда, хитроумные критики, хитроумные слушатели вывернулись из этого. Как же так, в 1969 год уже панк-рок, хотя панк-рок начался в 1976-1977 с группы Sex Pistols и Ramones. Придумали определение прото-панк, что, мол, это как бы, это как бы, да, панк, но это раньше панка, это зачаточный панк. Ну, в общем, чушь несусветная, чушь собачья. Просто дикий, гаражный, грязный, искренний, откровенный рок-н-ролл. 1969, первая песня, ну, 1969, да, будем говорить. Первая песня на двух аккордах, очень похожа на Rolling Stones, только гораздо свирепей, гораздо мощнее, гораздо откровеннее и гораздо более очищена от всяких коммерческих наслоений, потому что The Rolling Stones всегда стремились продать как можно больше своих пластинок, и поэтому вычищали все-таки свою музыку, несмотря на то, что играли правильно, записывали правильно, все грязно, все, ну, в те годы еще, я имею в виду, 69-й год, все это живо, все по-настоящему, но все равно в студии все это так, немножко так, немножко так подрисовывалось, подчищалось, да. Ну, я не имею в виду подрисовывалось, как сейчас, сейчас вообще кошмары творятся, в студии подрисовывается. Половина музыки рисуется на мониторе, вычищается, нотки подтягиваются, в общем, хрень адская, совершенно к музыке отношения не имеющая. Когда это слышишь, вот эту нарисованную музыку, я не понимаю, что это, зачем вообще это все делается. Особенно приятно слушать там некоторые альбомы Оззи Осборна, которого многие любят, ужасно, где вокал просто вытянут, не буду о грустном, да. Гораздо более зверзко, чем The Rolling Stones, но в ту же сторону, в общем-то, все сделано. Хочу сразу перескочить на две лирических песни, которые меня здесь просто убирают напрочь. We Will Fall, первая песня, 10 минут, 15 секунд, и N, трехминутная. Лирика, медляки, вот что нужно ставить на танцах в пионерских лагерях, было в те годы. Я дурак, когда работал в пионерском лагере, я ставил всякие Манфред Мэйна там и прочие пингфлоиды для медленных танцев. Не было еще у меня тогда Дестуджес, вот надо было поставить We Will Fall, 10-минутное, психоделическое, шаманское, песнопение. В конце подключается альт Джона Кейла, дранирующий. Просто красота, несусветная, невероятная. И настоящая мужская такая, безо всяких этих Манфред Мэнов у Лю Лю. Настоящая мужская лирика, я бы сказал, такая We Will Fall. Ну, а про песню N и говорить нечего. Потрясающее соло Эштона на гитаре в конце. Про это я отдельно еще поговорю. И гиппоп поет изо всех сил. А когда гиппоп поет изо всех сил, это по-настоящему хорошо. Это по-настоящему хорошо. Это вам не Ронни Джеймс Дио, который поет изо всех сил. Вот изо всех сил это вот здесь. Это вот тут как надо все сделано. Послушайте, словами это не описать. Это крик убитого кабана, оказавшегося в космосе, в пустоте, в безвоздушном пространстве. Но, тем не менее, он кричит, и даже в безвоздушном пространстве это слышно. Хотя это невозможно, поскольку крик – это звук, это движение воздуха, волн воздуха. А когда воздуха нет, то полная тишина, звука быть не может. Но этот кабан пробивает даже безвоздушное пространство. «I wanna be a dog» – вторая песня. Совершенно классическая. Сотни коверов, наверное, на эту песню существуют. И известных групп, и неизвестных групп. Очень хорошо на четырех аккордах нисходящих. «I wanna be a dog» – больше ничего не нужно. Не нужны вот эти все какие-то гармонические сложности. Зачем? Все и так понятно. Четыре аккорда вниз, четыре четверти. Гитара с изумительным моим любимым эффектом, моей любимой обработкой – это фус. Или, как правильно говорить, фас, на самом деле. Но все говорят фус. Это самый мерзкий звук гитарный, который только существует в природе. Джимми Хендрикс его использовал. И много кто его еще использовал, но очень аккуратненько. А Эштон его использовал по полной. Это даже… Гитара здесь даже не поет, не ревет, как с овердрайвом. А она как-то так… Сплошной песок. Вместо нотки такой вот пластиковой резиновой трубочки, можно представить звук как-то. А здесь такой рассыпанный песок просто. Такая песчаная дорожка. Такая вот. Очень здорово. Да еще и с педалью «Вау-вау». Это что-то невероятное, что-то немыслимое просто. Ребята ничего не боялись. Так же, как и Джон Кейл, на самом деле, который тоже ничего не боится. Вот Эштон и компания не боялись ничего. В смысле звука. Третья песня вывел «Fall», про которую я уже сказал. «No Fun», открывая вторую сторону, еще одна хитяра, еще один хит, который тоже все перепевают, все переигрывают, вплоть до отечественных групп даже. Тоже все просто и со вкусом. И с этой адской гитарой Эштона. Песчаный. Такие песчаные какие-то барханы, но движущиеся все время. И в лицо бьющие песком своим. Вот этот вот звук и аккордами, и одноголосое соло. И в некоторых местах даже две гитары он накладывает. Соло, я имею в виду. Вот это рубилово-аккордовое, оно в сплошную идет. А иногда даже две солюрующих партии, это уже ума лишится. Играет очень хорошо. Но Real Cool Time. Мощнейший, тяжелейший, тот, что называется сейчас панк-рок. Про N я уже и говорил. Кабан в космосе. И Not Right. Изумительное полотно, где Эштон уже использует рычаг, так, как никто его не использовал. Ну, на самом деле, местами даже на Клэптона похоже, где-то по звуку. Клэптон в Крим тоже с фузом работал, будь здоров, и с рычагом. Но здесь уже совсем полное сумасшествие. И Little Doe, последнее. Это такой привет Джону Кейлу. Что-то такое уже авангардное. Пускай критики и умные меломаны назовут это протопостпанк. Пусть будет так. Очередные термины. И бог с ним. А я пойду выпью за этот прекрасный альбом. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok